Я в детстве как бы это дурная голова ногам покоя не давала, на товарники цеплялись, неудачно за это самое, попал, в школу на протезах заканчивал. Конечно, людей-то много поддерживало, конечно, знакомых много, мама, конечно, в первую очередь поддерживала, она, конечно, со мной помучилась, я считаете, как попал, она сразу мне не дала, я в коляске не сидел, она мне сразу повезла всем по латинскому протезированию. Расскажите, какой у вас супруг? Конечно, не такой, как все. Вредный? Нет. Не такой, как все, потому что он видел жизнь со всех сторон. Понимаете, вот, допустим, как сказать, если бы он, наверное, вот в таком возрасте попал, это бы уже по-другому было. Да, это было бы хорошим. Да, а так как он с детства, поэтому он, ну, мы даже с ним подружили, он ко мне на протезах приходил каждый день. Мы с ним гуляли, прогуляли, все. То есть, как бы я не видела в нем инвалидов. Я не ощущал себя, понимаете, я лазил на протезах по деревьям, я научился плавать с пацанами. На рыбалку мы постоянно ездили. На рыбалку по сей день, понимаете. И ходили, ездили, все вот это вот. У нас, как бы, вообще, мы ни в чем себя не ограничивали. Никаких ограничений у нас нет. Где растили, вместе работали, вместе. Я не ощущаю, что мы на это вообще. Когда в школе учились, вы знали, что он станет вашим супругом? Нет, у меня только пил, когда я еще с ногами был. А вообще, это самое, не представляю. Нет, но потом мы уже в школе дружить начали, когда он уже после аварии был, и все, и вот. Ну, надеемся, и до конца. А какой бы вы совет дали тем людям, которые вот тоже оказались в подобной ситуации, и, может быть, отчаялись? Жить. Все равно это уже случилось, по-любому. Поэтому жить, пережить это, потом просто принять это. Не сразу, конечно, принять это и жить дальше, и все. Вот фамилия интересная, да? Ну, нужный. Да, я на фамилию приняла. Вы, получается, нужная, да? Да. Наталья нужная.